Сочетание многолетней культуры физического развития, огромная база подготовки спортсменов в различных направлений, а также формирование характера чемпиона. Все это институт спорта, туризма и сервиса. Его студенты становятся лучшими в разных видах спорта и занимают призовые места. Мария Савинова в легкой атлетике на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году стала олимпийской чемпионкой. Это выпускник факультета физической культуры и спорта, который сейчас называется институт спорта, туризма и сервиса. Вместе с ней наш земляк Кирилл Денисов в составе сборной России под дзюдо занял первое место на этой Олимпиаде. Является двукратным обладателем медалей чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Плюс физической подготовки, конечно же, это база, которую имеет университет, это залы практически по всем видам спорта. То есть все абитуриенты, независимо от своей специализации, независимо от тех велоспорта, где они занимаются, они могут продолжить обучение. И я думаю, что на данный момент вообще в Уральском регионе наш университет очень хорошее и перспективное место для роста молодых спортсменов. Мы обеспечиваем подготовку по всем видам единоборств. У нас прекрасный борцовский зал, прекрасный зал для бокса и кикбоксинга, игровые залы волейбол, баскетбол, естественно, бассейн. Два теннисных корта, ликоатлетический, манеж, тир, что немаловажно в преддверии сдачи норм ГТО. Всем этим институт располагает. Огромное внимание ИСТИС уделяет не только физической подготовке. Для достижения высоких спортивных показателей институт использует научный подход. Направления исследований связаны с изучением адаптации, стресса у спортсменов высокой квалификации. В нашем центре находится швейцарская диагностическая система Шиллер, которая позволяет проводить не только диагностику состояния сердца, но и дыхание. Причем не только в покое, но и во время нагрузки. На сегодняшний день наша кафедра имеет 100% остепененность профессорско-преподавательского состава. И что касательно наших даже выпускников, ну, конечно, первых выпусков, у нас уже работают доцентами кафедры. Сознание по адаптивной физической культуре позволяет подобрать индивидуально восстановительную программу как для тех, кто перенес травму или заболевание, так и лицам с эмоциональным выгоранием, синдромом хронической усталости. Институт был основан из факультета физической культуры и спорта, учебно-спортивного комплекса, а также факультета сервиса и туризма. Именно поэтому ИСТИС может предложить широкий перечень направлений подготовки. У нас достаточно большое количество договоров сотрудничества, и работаем мы как с зарубежными партнерами, так и с российскими. Работаем с тестуром. Ребята работают с трансферными гидами, отельными гидами. Это музей НИСТ-Рывок, то есть вот тоже крупный туроператор, который на международном рынке себя зарекомендовал. Ну и предприятие, то операторы и российские, и зарубежные. В настоящее время мы готовим специалистов сервиса. Это менеджеры, работающие в салонах красоты, менеджеры, работающие в крупных компаниях, таких как Ремботехника, и менеджеров в индустрии моды. Это салоны по пошиву, изготовлению индивидуальному одежду. Наша кафедра в настоящее время ведет подготовку бакалавров по ряду направлений. Это экономика, менеджмент и, соответственно, социальная работа в сфере молодежной политики. Кроме того, мы на кафедру ведем набор в магистратуру очную, бюджетную. Это, соответственно, направление тоже менеджмент, а также открыта у нас аспирантура по направлению экономико-народного хозяйства. Профессионалы высочайшего уровня, обширная площадка для тренировок и научный подход к достижению результата. Это формула качественного высшего образования. Итак, друзья, в институте есть все для того, чтобы человек почувствился комфортно и сумел стать успешным во всех направлениях – в учебе, в науке, в спорте.